Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Африкантова, которая находится в изоляторе, не скучает. Андрей Чуев составляет ей компанию по ночам, поднимая настроение. Он пишет, я делал все, чтобы начальник изолятора закрывал меня за правонарушения вместе с Мариной. Две ночи мы были рядом, и я смог успокоить мою маленькую принцессу и вернуть ее в нормальное состояние. Мариночка вновь улыбается, ее улыбка мотивирует меня на поступки. Татьяна Владимировна Африкантова продолжает настаивать на том, что Оле и Жемчуговой помогают пробиваться в лидеры голосования нечестным образом. Вот, посмотрите таблицу, пишет женщина. Здесь ветер даже не пахнет. Так каким образом в голосовании она идет впереди? У Марины 1 миллион подписчиков, а у Ветер всего 300 тысяч или даже меньше человек. А у Феди вообще 150 тысяч не наберется. Так о чем можно говорить? Бывшая участница проекта Ольга Васильевна Габозова, у которой большой опыт участия в шоу, считает, что напрасно Африкантова старшая начала конфликт с каналом ТНТ. Ольга Васильевна пишет, своими глупыми постами она просто наплевала в два колодца. Дом 2 и Андрей Чуев. Столько грязи вылила в эти колодцы. А потом наступит жажда и придется испить эту водицу. Так заигралась, что испортила имидж Марины. Ваня Барзиков, который сейчас в паре с Майей Донцовой, флиртует с Сашей Харитоновой. Ходят слухи, что после окончания субботнего ток-шоу ребята уединились в автомобиле. Флирт продолжился и на поляне Дома 2. Женя Перец, которая покинула проект в результате рокировки, радуется свободе. Выйдя за периметр, первым делом девушка пошла наслаждаться фастфудом. Вечером она продолжила развлекаться в ресторане. Вне проекта жизнь бьет ключом, пишет Женя. Илье Яббарову понравилась новенькая Анна, которая пришла к Андрею Черкасову. Красивая девочка, смотримся? Спрашивает Илья. Костя Иванов и Саша Гозиас продолжают тайком обниматься по углам и переписываться. Они опять нашли общий язык. Хотя недавно ребята заявили о разрыве и Костя даже заселился с новенькой девушкой Настей. Но Костя в своем блоге пишет, что сомневается, нужны ли ему эти отношения. Дочь Иосифа Пригожина Даная хотела бы вновь вернуться на Дом 2. Напомним, что эфир с девушкой показали 18 июля. Она понравилась многим участникам. Я приходила за пиаром, честно признается Даная. Но когда отец узнал об этом, то позвонил мне и обругал. Теперь папа вообще со мной не общается. Как только дочь продюсера придет в себя, она планирует вернуться на телестройку. Женя Гусева похвасталась первыми успехами своего сына в модельном бизнесе. Как же я горжусь сыночком, звездочка наша. Получил сегодня диплом и отлично выступил на модном показе. Михаил Терехин принял участие в красивой фотосессии. Этот свадебный снимок просто взорвал сеть. Сам Миша признался, что они с Аней Калашниковой, экс-возлюбленной Прохора Шаляпина, уже полтора года вместе. До сих пор непонятно, действительно ли Михаил женился. Он говорит загадками. Неважно, женитесь вы или нет, вы все равно об этом пожалеете. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.